на самом деле сейчас еще вот меня очень огорчает что ли вот это вот лотерейность виза h1b я то помню время у меня был по-моему это был 2000 год бумировала все и в январе 2000 года я посадил группу у меня было 15 из 15 человек в группе 13 были девчонки которым нужно было h1b то есть были жены индийских программе хорошие такие ударные щекастые глазах ты такие тирки вот и ну там то на курс вместе 4 я хочу сказать что к окончанию этих четырех месяцев у меня уже почти не осталось группе оригинальных девчонок потому что они уже получили рабочую визу это было просто человек вперед завтра выходить там оформление нужно выходил пока пошли оформлять вот а сейчас вот эта лотерея там 4 к одному это фактически получается так когда человек имеет иммиграционное намерение вот возвращаясь к алексею у него есть 27 месяцев которые может работать по окончании значит один раз он пролетает и чванби нужен еще один год значит от его 27 месяцев мы 12 уже отняли потом еще раз 12 отняли а дальше что как он может оставаться потом стороне мы есть какой-то путь продолжать учиться но уже не работали бы переводиться другой университет на другого магистра тогда у тебя уже нет ограничений по моему если я не ошибаюсь на право на работу нет ограничений по протяженности что вот так даже можно я должен быть второй мастер я думаю что 20 месяцев и все то есть можно еще можно еще но это все надо опять же оплачивать и конечно и самоподвешенность нехорошая конечно да это все очень стрессово а вот насколько часто скажем люди со студенческой визы соскакивают в политическое убежище есть такое я знаю таких ну немного я всем например лично я мое мнение я политическое убежище рассматриваю как самый последний вариант который можно рассматривать только даже после студенческой визы но это не относится опять же ну не ко всем кажется чем опять же если молодой парень 18 лет зачем ему заниматься политическим убежищем пусть он лучше приезжает учиться работает как-то что-то я не знаю женится в итоге или как-то потому что политическое убежище сейчас еще хуже чем мне кажется рабочая виза это лотерея только лотерея но процент процент неплохой и вот я смотрю знаете сколько получил в каком 2014 году статистика 187 человек ну просто и процесс подвис 20 лет я не знаю ждать и тоже быть в подвешенном состоянии подвешенности присутствует да но я просто вижу тех кто получает я практически не вижу отказа я не вижу кого-то кому пришлось уехать есть да я не вижу может они к нам не попадают сюда в школу возможно длительный процесс очень много отказов тоже затратный очень много мошенников на этом пути есть очень много людей которые составляют эти истории очень непрофессионально только деньги и тянут если люди попадают это уже и потом только платишь и платишь и платишь и лошадь это имеется прямо юристы профессиональные ну и локаты тоже деньги берут за все а есть еще до этого разные миграционные специалисты которые конторы сейчас очень много большой спектр людей которые даже непрофессионально там и лицензии не нужны да там не надо ничего не называют паралегал может и не имеют никакого отношения к миграционному праву и ничего не знают он оказывает одного рода услуги а люди идут к ним потому что они тоже не знают они приехали сюда и ничего не знают а их тут только и ждут тоже вот куда бы заманить со студенческими визами давайте так со студенческими если человек вот послушал нас и говорит пойду-ка я изучать этот вопрос со студенческими визами тоже есть возможность нарваться на какое-то кидалово или что-то такое где ты пострадаешь то есть где опасные точки ну наверное можно нарваться я даже не знаю есть может быть какие-то агентства которые ну что там возьмут просто например я когда ехала в америку первый раз я обратилась в агентство которая там предложила мне языковую школу в сан-франциско например мой процесс с никак проходил они не забронировали обучение и потом когда дело дошло до интервью они мне просто выслали инструкции что на интервью вести себя скромно отвечать на поставленные вопросы бла-бла-бла и все я пошла на интервью как бы но у меня была хорошая работа и в то время тоже без проблем давали визы возраст у меня уже был только взрослый моя работа имела отношения я была travel агент в туристической фирме да вы сейчас не такая взрослая-то ну ладно у меня тогда 30 лет было как бы я не девочка ничего просто бывает естественно как бы мои не иммиграционные моменты это вот когда мы с вами познакомились да мне сейчас уже да вы что считаете и у меня плюс была своя фирма я тогда открыла на прием туристов и мне как бы не было сложно у меня даже не было поездки за границу и мне не было сложно доказать не иммиграционное sto намерение мне визу дали но вообще когда человек например идет неподготовлен arrange android той фирмы и не знает, что надо сказать на интервью. И как надо сказать на интервью? То очень большая вероятность – получение отказа. И я, например, не знаю очень очень много фирм, которые бы бронировали образование, а gladiочи готовили бы человека к интервью. Потому что тоже есть масса нюансов, правильно? Да. Если его спрашивают – какие твои дальнейшие планы после обучения? А он говорит – да, я не знаю, может быть я захожу и продолжить – это отказ. Всё. Надо сказать – заканчиваю обучение – возвращаюсь. Вот до кого-то числа заканчивается обучение – я домой. Всё. Нельзя говорить – я не знаю, я собираюсь, это всё. То есть это как бы показывает наличие, может быть, иммиграционного намерения? Да, да, да. Ну вот некоторые нюансы. Поэтому людям, например, которые хотят забронировать обучение, обращаясь к каким-то фирмам, агентам, которые являются, им надо учитывать вот этот момент. Будут ли они готовить к интервью, либо хотя бы им тогда самим надо всю информацию изучить и тоже знать, как что. Можно самому, конечно, забронировать обучение. Все-таки вот агентство, которое помогает человеку с этим делом, вот вы, например, да, вы тоже такое агентство, оно зарабатывает на чем? Оно имеет комиссию забронированного билета или там школа, там что-то. Откуда деньги? Ну, во-первых, у нас есть, так сказать, сервисный сбор за услуги. Некоторые школы, некоторые учебные заведения платят комиссию, некоторые нет, в зависимости от того, какие условия. Ну, естественно, там уже билеты или что-то еще, со всего есть какая-то комиссия. И вот еще второй совет людям, значит, кто будет обращаться. Некоторые агентства советуют только дорогие школы, потому что они с них имеют большую комиссию. Например, школа стоимостью полторы тысячи долларов в месяц, да, у меня будет, например, там комиссия, я не знаю, там, я могу три, четыре, пять тысяч долларов получить с одного человека, если, в зависимости на то, насколько бронируется обучение. Вау! Да. Поэтому они пихают вот эти вот дорогие школы и люди, да, и говорят, что вот если ты забронируешь дешевую школу, тебе визу не дадут. Но это абсолютно неправда, потому что им выгодно, чтобы человек, естественно, забронировал дорогую. То есть, действительно, вот в посольстве им абсолютно пофигу? Им абсолютно пофигу. А у них есть какие-то черные списки? Нет такого? Что, допустим, какая-то школа, это такой, типа, с понтом школа, на самом деле это там... Нет, языковые школы нет. Если мы говорим об университетах, есть небольшие такие, там, вещи в практике. Языковые школы абсолютно нет и полностью без разницы. Если это госконторы, типа, сити колледжа, то это, как бы, чисто? Всех, да, проблем ноль. Есть университеты, например, вот этот китайский университет, которые, мы говорим, у него были проблемы в свое время. И сейчас у них проблемы. Его открывали, как и многие такие университеты, люди, азиаты, которые открывали, так сказать, для своих, да, чтобы привезти их, учиться и работать. И один из директоров, по-моему, еще там, сколько-то лет назад, 5 лет назад, он выдавал, ай-20 это документ, когда принимали студенты, видимо, я не знаю, там, используя какие-то, то ли поддельные документы, то ли не используя никаких документов, не предоставляя банковские справки. Потому что банковская справка, да, мы уже говорим, это очень важно, без нее никуда. И вот через 5 лет, значит, их вздрюкнули, если часто, вплоть до закрытия данного университета. Хотя этот человек уже не имеет отношения к этому университету, но их вплоть до лишения доступа к этой базе данных, СИВИС, это значит, что они не имеют права принимать иностранных студентов. Сейчас у них там судебное разбирательство, был даже репортаж, тут журналисты из Крон этого 4 ходили к этому мужчине домой, там, стучали в дверь, откройте туда-сюда, вот. И вся эта, значит, вот эта катавасия, она длится уже вот 5 лет, например, да, вот затихает, потом что-то опять, вот. Вот, когда я с ними начала работать, они в нее верили, как бы, у нас все в порядке, да, у нас там было что-то, но прошло. И вот у меня был один клиент, он был из Азербайджана. И он пришел на интервью, ну, во-первых, он не сдавал тестуэффл еще, это тоже такой красный флаг для консула. И консул, видимо, просто так же, как он не знает название, он, видимо, набрал его в гугле, название университета. И ему выдается там все эти дела про этот университет. Ну, вот он ему, по-моему, это с этим парнем было. И вот он ему и говорит, что, а вы в курсе, что вот такой-то университет, вообще, куда вы едете-то? Вот, и визу ему не дали. Вот, поэтому бывают такие случаи, но они, как бы, тоже частные. Ну, есть замена-то им нашлась? Ну, университет, мы с ним до сих пор, ну, как, сейчас пока не работаем, потому что они не могут принимать студентов. Они получили, что самое-то интересное, у них эти проблемы были давно прошли, они получили аккредитацию. Все вообще шикарно, в порядке. То есть они уже аккредитованы? Да. И вот после уже аккредитации, буквально в июне, это дело опять возобновилось, и вот опять... То есть задним числом? Да, это сейчас опять все тянется. И вот сегодня я у них была, я к ним заезжала здесь, поговорила, они говорят, ну, на текущий, там, следующий год мы, значит, принимаем еще осенний-весенний семестр, будем студентов принимать, можем работать. Потом, ну, неизвестно. Но если человек учится и по ходу дела вдруг посерединке раз? Да, бывает. Ну, вот все студенты, вот еще Павел к вам приезжал, помните? Да. Я не знаю, где. Вот еще опять ко многим тоже хочу обратиться. Смена статуса есть еще такое, например, можно, например, на туристической визе пойти учиться и сменить статус. Вот этому Павлу отказали в смене статуса. То есть он хотел с туристической пойти на студенческую, туда? У него не получилось, да. Но он в другое место пошел потом? Я не знаю, я с ним связь не поддерживаю. Я ему рекомендовала уже обратиться к миграционным адвокатам, потому что можно апеллировать по данному решению, но это уже только через адвоката.